Сейчас идет урок физкультуры у 7-го А. Дети разминаются, участвуют в эстафетах, работают с мячом. В школе номер 57 оздоровлению уделяют очень много внимания. Кроме обязательной программы, каждый ребенок посещает еще дополнительную секцию. Несмотря на прохладу в коридорах и сырость на улице, в школе полные кабинеты. В классах отсутствует по 2-3 человека, говорят учителя. Всего в школе нет 14% детей. Обычный среднегодовой показатель. Столь высокая посещаемость не случайно уверены педагоги. Сразу после занятий большинство учеников идут не домой, а готовятся к соревнованиям. Например, в тренажерном зале занимаются юные казаки. Ребята говорят, атлетики они уделяют по несколько часов в день. Поэтому и болеют значительно меньше, чем сверстники. Я болею редко, потому что я занимаюсь спортом. Ну и все должны заниматься спортом, чтобы меньше болеть. Я все здорово, мне очень нравится заниматься спортом. Я езжу на соревнования, занимаюсь физкультурой и хожу в тренажерку часто. С 2003 года в школе действует специальная программа по оздоровлению, говорят учителя. Дети начинают упражнения еще до уроков на утренней зарядке. Весь день физкульт-минутки и валиопаузы. Обязательные прогулки в группах продленного дня. Особенно же помогают повысить иммунитет подвижные игры. Проходим подвижные игры, а потом делаем более спокойные упражнения, чтобы дети не были мокрые. Потому что температура в зале, сказать, не очень высокая. Но тем не менее все дети раздеты, ходят даже без спортивных кофт. Потому что двигаясь, температура тела у них разогревается прилично, нормально. Однако только спортом здесь не ограничиваются. Детям объясняют, что нужно делать, чтобы быть здоровым. В школе организовано горячее питание, контролируют режим дня. Рекомендации педагоги дают и родителям. Например, если ребенок болен, посещать занятия запрещают. Мы стараемся работать с родителями в том плане, что если уж так случилось, и ребенок заболел, то необходимо сразу обратиться в больницу, не заниматься самолечением. Рекомендуем побольше бывать детям на воздухе. Мы рекомендуем правильное питание. Об этом очень много говорится на родительских собраниях. Профилактические мероприятия проводят почти во всех учебных заведениях, говорят в отделе образования. Однако в основном это дезинфекция кабинетов. В некоторых школах стоят специальные обеззараживающие лампы. Там же, где их нет, просто чаще делают влажную уборку. Профилактические меры в школах, по крайней мере, проводятся. И дезобработка помещений, и уборка классов, и коридоров с хлоркой. Из тех школ, которые ушли на карантин, одна уже открылась. В остальных вынужденные каникулы тоже продлятся не больше недели. Однако в ближайшие дни, возможно, закроют еще несколько классов, говорят в управлении образования. Поэтому педагоги советуют родителям особенное внимание уделить повышению иммунитета ребенка. А детям дома больше двигаться. Есть овощи и фрукции с высоким содержанием витамина С. Оксана Витер, Владимир Ребриков, Панорама.